как ускорить старый ноутбук подключив solid-state диск и установив windows xp добрый день дорогие зрители канала сегодня с вами и сет нот и в этом видео мы рассмотрим как подключить наш ssd диск и оживить наш старый ноутбук вот наш старый жесткий диск и убираем он нам не нужен и будем подключать вот такой вот ssd диск kingston a400 и вот мой старый ноутбук довольно старый ноутбук это у нас hp 620 ноутбук старый очень очень медленно работает довольно слабо работает на нем долго загружается приложением и вообще windows очень медленно работать а на него мы сейчас подключим наш ssd диск подключим ssd диск и переустановим операционную систему операционная система windows xp сервис пак 3 windows xp professional лицензионный диск вот наш лицензионный диск вы можете его посмотреть такой вот лицензионный диск будем его устанавливать на наш старый ноутбук и будем реально его оживлять потому что ноутбук очень медленный прибавите скорости этот ssd я не знаю друзьям но это ведь твердотельный накопитель и хочется просто чтобы наш ноутбук еще пожил потому что мне не хочется этот старый ноутбук оставлять где-нибудь в шкафчике поставлю я на него ssd диск и буду им пользоваться потому что дадим ему второй шанс и оживим этот старый ноутбук ускорим его потому что здесь на ноутбук еще 2 гигабайта оперативной памяти я поставил здесь 2 гигабайта узу одноядерный процессор медленный и еще плюс к этому если на нем жесткий диск на 120 гигабайтов даже мы будем ставить на 120 гигабайтов ssd диск то есть 120 120 и это тоже 120 гигабайт посмотрим насколько быстро будет это все загружаться и насколько быстро мы его еще установим давайте подключим этот ssd диск и начнем устанавливать винду подключаем наш ssd диск вот я его в салазку отдел этот ssd диск давайте теперь его подключим подключаем на свой на этот старый довольно старый ноутбук фиксируем его здесь мы все главное держится главное держится приступаем разворачиваем наш ноутбук открываем наш ноутбук подключаем нашу мышку подключаем наш внешний дисковод давайте подключим дисковод внешний в наш usb разъем нашего ноутбука давайте подключим наш диск вот наш диск давайте подключим его к дисководу открываем наш дисковод в этот самый дисковод вставляем наш диск закрываем наш дисковод и происходит считывание включаем наш ноутбук нажимаем клавишу f9 для запуска будет меню выбираем usb сидеро происходит загрузка нажимаем любую клавишу нужно успеть нажать чтобы загрузил с диском черный фон сейчас что у нас покажет он должен определить наши жесткие диски увидеть жесткий диск вот он определил наш наш диск давайте здесь нажмем просто enter продолжить f8 принимаем лицензионное соглашение escape не восстанавливать и вот наш локальный диск c и d давайте d удалим раздел вот l удалили локальный диск c локальный диск d не будем трогать там будет у нас важные данные для windows xp вполне достаточно будет 60 гигабайтов можно и 100 выделить тогда будет придется весь жесткий диск выделить или 20 гигабайтов оставить на локальный диск d пусть будет локальный диск c 60 гигабайтов ntfs быстрым и происходит форматирование форматирование нашего жесткого диска форматирование закончено теперь у нас происходит копирование наших файлов программа установки копирует файлы копирование подошло концу 99 процентов и 100 процентов а у нас сейчас произойдет перезагрузка нашего ноутбука а вот наш ноутбук хочет перезагрузиться давайте ускорим этот процесс нажмем клавишу enter и произошла перезагрузка windows xp логотип xp а после перезагрузки у нас есть новое оформление и ждем тридцать девять минут окончания нашей установки на этом этапе здесь у нас будет всплывать кое-какие подсказки нам нужно продолжать нашу установку у нас здесь вышел вот такое вот окошко языковые параметры давайте здесь просто нажмем далее имя пк пусть будет 1 2 3 неважно можете свое имя поставить еще раз далее имя компьютера не будем менять здесь часовый пояс стандартно сделаем пусть будет тот же самый числовый пояс установка поддержка сети ждем некоторое время у нас 31 минут осталось дальше продолжается наша установка осталось совсем немного осталось одна минута и вот у нас происходит перезагрузка перезагрузка нашего ноутбука и теперь повторное включение ждем некоторое время и сейчас логотип логотип windows xp запускается наша экспишка windows xp пожалуйста подождите здесь мы просто нажмем ok далее ok windows xp запуск далее отложить это действие далее здесь нужно придумать имя учетной записи которая будет отображаться при входе в систему админ можем сделать или можете свое имя поставить далее продолжаем нашу установку и готово и вот наша windows xp запустилась отображать на рабочем столе мои документы мой компьютер отображать на рабочем столе мой компьютер правой клавишей и видим что это у нас windows xp professional сервис пак 3 работать но очень быстро друзья это ведь ssd диск на ssd диске это просто все летает в программ файл с видим вот наш программ файл с windows клики быстро прям выйти вот сразу я нажала нажал панель управления запустилась установка и удаление программ ничего нету переключение классическому виду windows xp просто летает давайте проверим наш запуск насколько быстро запускается windows xp на ssd диске давайте выключим наш пока выключением и сейчас проверим его запуска насколько быстро он запускается вот наш ноутбук уже выключился давайте проверим насколько быстро загружается наш windows xp с нашего ssd диска давайте одновременно сейчас нажмем запуск windows xp xp загружается и сейчас 22 секунды друзья за 22 секунды загрузился windows xp на этом старом ноутбуке вот так вот мы установили windows xp на довольно старый ноутбук и далее ему новую жизнь теперь он будет быстро работать никаких проблем и отклик очень быстрые то есть какую-либо папку открыть можно за пару секунд и это не составит никакого труда как видим xp сама по себе быстро работала то есть не то что семерка или восьмерки или десятка она по сама по себе очень быстро и не требовательны к железу и теперь он будет работать еще быстрее то есть никаких проблем не возникнет и мы будем работать за этим ноутбуком дали вторую жизнь теперь осталось установить драйвера и программное обеспечение и радоваться просто что мы пользуемся xp шкой и и и и и и